здравствуйте туристы наверное даже вот востоковеды без всякой рифмы почему потому что нож который я вам сегодня показывают gmf 3 giant mouse дизайн анса вакс он привлек мое внимание буквально с первой же фотографии которая была опубликована в интернете очень давно я ждал этой встречи хотя на самом деле модель эту сверхновой не назвать и когда я его сейчас покрутил в руках я понял что неспроста он мне так заинтересовал потому что на самом деле он мне очень понравился забегая вперед я скажу что это один из редких случаев когда по-настоящему небольшой фиксит это не просто вот в моем понимании это даже не универсальный горфикс скажем так в данном случае именно за счет небольшого размера рукояти потому что клинок у него 83 миллиметра здесь по большому счету как раз таки самое вот то так вот этот нож я такие ножи уже перевожу в разряд коротышей то есть это не совсем универсальный горфикс так вот фишка в чем в том что не часто бывает так чтобы вот это вот маленькая 8 сантиметровая рукоять настолько удачно сидела в руке он невероятно ловкий при этом он красивый при этом как вы видите пошитые в италии ножны выглядят стильно единственно конечно когда строчка идет не ровно вот так вот наискосок и это яркая белая строчка на темной кожи конечного цвета то это конечно же бросается в глаза то есть вот по мне лично вот давайте эстеты присоединяйтесь если бы нитка была бы на этих от кожи кожа просто шикарная на ножнах прям вот шикарная по-другому не скажешь если бы нитка здесь была в цвет кожи то не было бы вот это вот какого-то именно ощущение того что кто-то действительно ведь они же шьются вручную но здесь именно ощущение что их прям вручную шили потому что видите вот здесь идет но строчка она постоянно под разным углом уходит я понимаю почему потому что кожа толстена это все же пробивается и так далее но вот лично по моим эстетическим запросам было бы гораздо более прикольно если бы это все прошивалась бы ниткой в цвет кожи вообще вот это вот дембельский вот этот вот кант он по большому счету на хрен не нужен петля здесь ножны такого высокой именно посадки на ремень петля фиксирована вертикального подвеса handmade in italy не ошибся артур и вот мы извлекаем наш замечательный такой вот такой вот кавказский кинжальчик как говорится и так gmf3 giant mouse делается нож производится в маниагу италия дизайн анса вакс длина 165 миллиметров длина клинка 83 миллиметра ширина клинка 28 миллиметров толщина 4 миллиметра но почему почему я не понимаю вот ребята делают просто гениальные ножи вот просто на самом деле у них дизайн и один круче другого санома та же самая и прочее прочее ну какого хера вот спрашивается но вот на всех абсолютно ножах абсолютно на всех ножах компании giant mouse смело можно убирать миллиметр с обуха на всех и они от этого станут только лучше лично мое мнение не специалиста что 4 миллиметра на такой клиночек это действительно получается у нас пыряльник это у нас получается бы капник он в каком-то смысле лом в каком-то смысле тактик но на мой взгляд и вкус если бы он был бы толщиной 3 миллиметра при прямых спусках от обуха то он был бы гораздо более скальпельный он был бы гораздо более именно резучий а при этом его также совершенно спокойно можно было бы использовать в любых тактическо самоуверенных целях как говорится финиш клинка пиви ди сталь беллер n 690 рукоять холстяная микарта микарту giant mouse очень красиво потому что буквально каждая ниточка она отдельно пропечатывается видна причем вы видите это же не просто заполировали там еще что то здесь конкретный такой рисунок рельефный идет по рукояти который кстати говоря не спроста придуман потому что когда берешь на два пальца вот таким хватом отверточным раз и у тебя действительно такая ковырялочка очень удачная получается в руках опять же full tank вес 82 грамма ножны кожа и теперь о грустном на ламни этот нож стоит 222 евро обычно я не цитирую магазин если мне нужна какая-то информация я лезу к производителям но в данном случае мне было лень и я вам зачитываю прямо со страницы ламни нож giant mouse gmf3 natural канвас микарта небольшой функциональный нож прототипом для которого прослужил древний кинжал ханджалы в его конструкцию разработчики внесли элементы скандинавского ножа пукко вот уж скрестили бульдога с носорогом называется это универсальный нож отлично подходит для использования как в домашних так и в полевых условиях нож имеет цельнометаллическую конструкцию широкий в основании клинок выполнен с изгиба в режущей кромки почти по всей длине прямой линии обуха высокими плоскими спусками такая геометр это я просто пропускаю сталь пропускаю рукоять имеет характерную для кинжала ханджалы форму сужается в центральной части позволяя надежно удерживать нож монтаж рукояти накладной накладки изготовлены из миккар ты был накладка съемный тендент но giant mouse gmf3 natural и так далее поставляется с кожаными ножнами с креплением для ремля изготовленными вручную ножны подходят для ножа как с накладками так и без них конечно потому что они зажимают клинок просто намертво знаете дорогие мои востоковеды друзья дело вот в чем дело в том что в принципе ламния потрясающий магазин но вы все знаете что тут говорить сейчас очень много некрасивых слов ее адрес звучит я еще раз поясняю так для тех кто вот совсем совсем не просто в танке а еще в нем же и в противогазе и в акваланге то что дело в том что почта финляндии не отправляет ничего в российскую федерацию а именно ламния коллектив ламнии это крайне щепетильные люди в отношении какой-то гарантии обратной связи возвратов и всего прочего поэтому как я говорю произошло то что произошло здесь уже так вот фишка в чем я не об этом хотел на самом деле сказать я хотел сказать пару слов о магазинных описаниях ножей когда ты читаешь описание ножа производителя ты понимаешь что он пишет описание для человека который более-менее шарит ножах с поправкой на легкую такую тупость на легкое такое неведение магазины пишут для не просто для маглов а для таких конкретно дремучих маглов и поэтому когда ты хочешь узнать какую-то действительно полезную информацию из этого огромного текста который я сейчас просто проживал половину из него по сути я услышал для себя только одну важную информацию буквально в несколько слов о том что прототипом послужил древний кинжал ханджалы все все остальное геометрия наделяет и прочее прочее это конечно все рассчитано на братьев наших других почему потому что ну вот геометрия 3 миллиметра было бы зашибись при всем при этом он потрясающий он охренительный советовать говорит что вот был бы он побольше и так далее это не нужно потому что здесь именно форм-фактор микрик такой это именно формат вот этого ножа чтобы он именно был вот такой вот малюсенький это именно совершенно незаметный такой то есть по сути это альтернатива скелетнику по сути это альтернатива фолдеру это именно совсем совсем небольшой ножичек как вы видите у нас здесь очень красивые надписи сделано в италии n690 традиционные итальянской giant mouse of ski насечки они именно такие приятные очень сильно тормозящие но при этом такие просто раз залипы все но при этом нет никакого там не рвут они на кожу вокс анса и вот эта наша мышка в общем а здесь иван ивановичу на долгую память как говорится гравировку можно заполнить кстати говоря ламни гравируют опять же они гравируют не так как именно там винетки иван ивановичу они делают как-то там лазерную гравировку на том на чем это можно сделать в принципе почему я знаю потому что я покупал у них младшему научному сотруднику по моему термос хотел сделать гравировку и конкретно именно на термос не попало не получилось там по площади по вот этому вот именно изгибу ну ничего на корябал гвоздем от папки на долгую память нормально прокатило ладно молоточный хват не поверите здесь придется изо всех сил напрягать руку для того чтобы что-то построгать потому что указательный средний палец висят в выемке а самое стрёмное даже не то самое стрёмное что здесь вот как раз таки узел из микар ты не из микар ты из паракорда он поможет потому что здесь самое в молоточном хвате что не функционально это то что мизинец висит полностью то есть именно вот это вот нож начнет ходуном ходить мизинец очень сильно начинает напрягаться здесь конечно же я не фанат темляков но здесь именно вот узелок поставить и опять же нож легче будет извлекать из ножен здесь он совершенно лишним не будет всяческие разные тычковые хваты диагональный отверточный в этом ноже реализованы идеально то есть это именно вот что то такое хотите подрезать здесь специально заботливые датские наши дизайнеры они предусмотрели вот именно эту полностью затормаживающую мелочь мелкую насечку и 1 1 1 пошла плясать губерния форма клинка чистая классика прямой обух заход дуги режущей кромки на кончик обратный хват но он очень здесь условно досрочный по сути на три пальца в общем и целом несмотря на то что я сейчас только пукнул на тему там толстого обуха там еще каких-то вещей тогда так далее сам по себе нож получился к вообще офигенным это одна из самых удачных моделей ребят мне нравится именно его необычность мне нравится то что вот за счет вот все вот этой вот именно кинжально образной рукояти здесь получается у нас что он вот как маленький нож он именно очень прикольно так вот гуляет в руках его его приятно держать ну и плюс конечно же такие прям вах ножны поэтому сам по себе проект просто шикарный спасибо за просмотр всего доброго пока и и и и и и и